Всем привет дорогие друзья! С вами Amway 9.21 и С-8. Это советский тяж 9 уровня, мы вместе с ним проведем сегодня еще немножко времени. Сервера 9.1 вовсю уже работают, вовсю новый дымочек из выхлопных труб вылетает, который лично мне очень нравится. Вовсю уже двигается своим ходом конкурс, который мы проводим совместно с компанией Nvidia и официальной группой World of Tanks ВКонтакте. Если вы еще не в курсе этого конкурса, то полюбопытствуйте. Ссылка под этим видео есть на мою группу ВКонтакте, где все прописано, есть там специальная тема, где и правила, и условия, и все. Не пропустите, вещь хорошая, призы тоже годные. Ну а про ИС-8, почему мы сегодня будем говорить, я даже сам не знаю. Да, вот до последнего, до недавнего времени мне казалось, что ИС-8 это такой вот танк, который, ну вот знаете, есть такая фраза, тяжи не нужны. Почему не нужны? Потому что у них нет пушек ПТ-шечных, которые с большущей альфой, с пробитием, там с какими-нибудь суперснарядами, с хорошим скорострельностью, с хорошим сведением, с хорошей точностью. У них как бы косые, чаще всего у этих тяжей орудия, не сильно пробивные, ну и у большинства и альфа не сильно большая. Ну может быть кроме там Е-75. И есть средние танки, которые не имеют, пожалуй, каких-нибудь сумасшедших пушек, но имеют скорость, которая компенсирует тоже все. Так вот, ИС-8 неожиданно оказался, он, мало того, как я вам в прошлом видео рассказывал, что он действительно универсальный, и игрок в принципе сам должен решить, что он будет делать в каждом конкретном бою, исходя из условий, которые вокруг его складываются, и сетап какой, сколько артиллерии, какая карта и все такое. Так вот, действительно, именно его универсальность мне начинает нравиться, потому что на каждой карте, по факту, по честному, нет какой-то вот такой, какой-то позиции, какой-то ситуации, где ты просто беспомощь. Ну например, вот на артиллерии, на городских картах, или на каких-нибудь картонных ПТшках, вот на тех же городских картах, где нет дальних прострелов, там всегда получаешь в обратку. ИС-8 везде находит свое применение, вот что мне в нем нравится. Я даже поймал себя на мысли, что с таким же, вот с такой же страстью, я последний раз катался на девятке, это был вазик 120, и тут же мне стало все ясно, почему тот мне нравился, ИС-8 нравится все больше и больше с каждым боем. Оказывается, они оба очень похожи, такое ощущение, что вот наша вся вот девятого уровня, вот ветка тяжей, она как бы шагнула вперед, и именно впереди этого шага именно ИС-8 в средних танках, то есть он как бы засланец, с чужого поля в огороде, среди тяжелых. И вазик 120, он такой же среди СТшек, он наоборот шаг из СТшек в тяжи, потому что у него альфа тоже в часы 40 больше, чем у всех его одноклассников. И именно в альфе, именно вот в подвижности и кроется все то, что мне нравится в этом агрегате. Данный бой вот тому и является подтверждением, надеюсь мы еще какие-нибудь усмотрим здесь тактические решения, которые вот-вот начнут происходить, но пока я еще верю, что я вот за этой вот скалой, за этим камнем стою и могу все-таки попасть в башню Е-50, один раз попал, попаду еще раз, думаю, ну в общем пока тут езжу влево-вправо, продолжим размышления. Мне действительно нравится ИС-8. Это не имба-танк, повторюсь еще раз, в который уже раз, это не тот агрегат, который во всех руках тащит. Я вам рассказывал, что этот танк на самом деле, хоть и самый популярный в игре, но с самым худшим процентом побед среди вообще всех его одноклассников, и этому есть масса объяснений. Но если руки подвесить, если правильно взвешивать все за и против, то ИС-8 заиграет у любого. Ну давайте проведем анализ, почему я вообще сюда поехал. Ну во-первых, бой в топе. Что стесняться? Бой в топе, на нас лежит большая ответственность, большая миссия. Необходимо ее реализовывать, необходимо быть там, где по нам могут стрелять, то есть принимать урон. Ну вот сейчас счет 2-5, я начал что-то предпринимать. Пора что-то менять, поскольку счет уже 2-5. Еду на базу, союзник помогает, враги тоже сопроводили меня своими салютами и от артиллерии там что-то грохалось, по-моему. В общем, все норм, еду на базу. В этом тактическом шаге усматривается лишь только то, что я вижу, что по всем направлениям сейчас будет слив, что со всех направлений будет враг тут наступать, а на родниках очень хорошее место для встречи врагов со всех направлений есть именно на базе. Сейчас я вам покажу это место, уже не первый раз, наверное, показываю. В общем, место, что нужно. И, в общем, еду туда, и вот именно динамика ИС-8, когда нужно, вот, например, сейчас она потребовалась, необходимо быстро занять эту позицию. Если бы я еще этого ТРАНС-75 не убил на горе, то было бы не очень хорошо. Может быть, и не убил бы, если бы ехал на тяжелом каком-нибудь ТРАНС-75, который совсем уж тяжелый, совсем еле едущий. Кто его знает, доехал бы я. Может быть, там артиллерия мне еще успела накинуть в корму, и не было бы уже тут меня совсем. В любом случае, успеваю на ИС-8. И вот в подобных ситуациях, когда требуется, ну, совсем немножечко скорости, чуть-чуть больше, чем есть, ИС-8 как раз играет на руку. И мне это очень даже нравится. В последнее время я заметил, что у меня какая-то вот тяга к чему-то одному появляется, и долгое время держится, не проходит. И вот ИС-8 как-то попал в фокус моих глаз, и вот сейчас, пока я вас не заколебу, наверное, им, не расстанемся с ним. Да что вам скажу, совсем скоро будет еще одно видео про ИС-8, еще один бой, где тоже вполне себе неплохой, вполне себе даже отлично. Ну, надеюсь, это видео вам понравится, в будущем оно выйдет как раз. Ну, в общем, по факту этого боя. Вот теперь начинается встреча со всех направлений, заметьте. С центра приехала ПТ-шка, с воды приехал ИС-3. Только что там я уничтожил Е-50, который подъезжал уже совсем близко, и мы по факту остались уже вчетвером. ИС-8 такой же в нашей команде, который там каким-то образом молодец, дефит другое направление, и я вот с этой вот стороны. И что, вот сейчас нужно самое главное уменьшить количество стволов, потому что все, хоть и там почти все шотные в команде врага, за небольшим исключением, но тем не менее это еще ничего не значит, каждый из этих шотных по разу выстрелит, и как фолловый ведь стреляют. Я вижу, что ТТ-34 сейчас бросится на нашего восьмерку и даст ему в спину выстрел, это делать мне ему не нужно, я не допускаю этого случая, спасаю ему 400 очков прочности, и поэтому он выживет в этой ситуации с вазиком, а иначе бы тут точно была бы труба дела. Да и тем более с вазом помогаю, поскольку... А, кстати, вас, наверное, стоковый, даже, наверное, вряд ли бы он тут погиб, наш восьмой. Но, тем не менее, он разделывается с вазом без проблем, до того даже не пробивает под конец. И я, благодаря тому, что у меня, оказывается, тут стоит док-пайок, успеваю перезарядиться до того, как эта тройка исчезла. Ни разу не горел на ИС-8 вот сколько катаюсь. То есть, кто куда бы мне стрелял, артиллерия, бывает, пробивает какая-нибудь там французская, с полным уроном, например, в крышу моторного отсека, но пожара ни разу не было. Поэтому я считаю, что вполне уместно, если вы катаете ИС-8 и не считаете свои кредиты, то использовать вместо огнетушителя именно док-пайок. Перезарядка, знаете ли, в 10, ну, чуть там более секунд, это что-то. Это достойно уважения и аплодисментов. И, в общем, все остальные параметры, в том числе, там, и обзорчики всякие тоже подрастают, немножечко подвижность, развороты. В общем, вообще ИС-8 становится еще более смазанным, чем он является на самом деле смазанным. Ну и дальше история какова. Вылезать, в принципе, несколько небезопасно. Поскольку, если я сейчас поеду на эту тройку, которая осталась, вы видите, где, то, вероятно, попаду в засвет, и три артиллерии по мне отработают, и одной будет вполне, наверное, достаточно. Поэтому я медлю, выжидаю, и необходимо как-то сориентироваться по поводу того, что придумает враг. Торопиться в данной ситуации не стоит. Вот враг придумал то, что как раз мне и нужно было. Я вроде бы прицелился, все как нужно, но это же тяж. Это вам не ПТшка. Точность у нас здесь 0.38, и снаряд улетает там ему в башню. Но наш товарищ, который рядом подстраховал, я его спас. Теперь он мне спас возможность. Спас мне время, чтобы я занял другую позицию, более эффективную. Здесь уже стоять совершенно не имеет никакого смысла, и даже ехать, наверное, и на горку тоже не имеет большого смысла. Я решаюсь сыграть через первую линию, через островок, показываю союзнику, что я поеду туда, и он там все это дело закончит. То есть еще раз хочу вам напомнить, что ИС-8 это самый популярный танк с очень плохим процентом побед. Проблема вся одна. Проблема лишь только в том, что игроки, играющие на ИС-8 в подавляющем своем большинстве, не понимают, что они имеют в руках. Танк ИС-8 довольно требователен. Он требователен к вашим тактическим решениям, взвешенным, правильным и оптимальным. Он требователен к различным правильным подходам, когда вы анализируете сетапы у врага, когда вы анализируете, какие танки у врага и где они, вероятно, будут. В общем, все это, целая куча информации и знаний на ИС-8 будет весьма и весьма полезно и востребовано. Поэтому, наверное, мне даже кажется, что именно бои на ИС-8 это и есть то, что требуется в большинстве наших игроков, которые катают. Потому что чем больше увидишь ситуации, в которых я, например, или кто-нибудь еще выжил, сделал какие-нибудь верное решение и все удачно получилось, то это можно пробовать делать и самому. В общем, мораль всех этих видео как раз, наверное, в этом и заключается. Ну и вот, подъезжаем к артиллерии. Сейчас только самое сладкое осталось, эту коричневую заразу прогнать поганой метлой с этих рудников. Но что-то я как-то никого не вижу. Обзор вроде бы мне показывает, что я должен хотя бы за круг там заглянуть, но лампа подсказывает мне, что нет. У артиллерии, видимо, какой-то там есть труба и они меня тут засветили. Раз засветили, по меньшей мере из них кто-нибудь начнет туда сводиться. Это значит, что вылезать мне с моими 500 очками не стоит. Я еще раз на лампу проверяю, засветится ли она, если я вот выезжаю слева. Если с воды меня может быть, то с трубой засветил. Но такого не оказывается. И тут убивают у меня 6-го войносика из-под носа наш товарищ. Ну, в общем-то, не беда. Он тоже, наверное, заслужил своего воина в этом бою. Я, в общем, так и не успею. Хотя я мог бы попасть, если бы его Берр был на моей стороне. Но не это уже, не это главное. Только вот, может быть, простой, не сильно урдомажный, не 200 фрагов в бой. Но, тем не менее, он вполне поучительный. Здесь я решил сыграть от центра. Потом вернулся по дефил, тогда, когда это было необходимо. И все получилось, в общем, вполне себе удачно. Я считаю, что если вы будете повторять такое на ИС-8 или на каком-нибудь подобном танке, то и у вас все будет получаться. Ну, на сегодня все. Надеюсь, что бой вам понравился. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока. До следующих видео. До новых встреч.